Основную часть бюджета Приволжского района Ивановской области формируют доходы от сельского хозяйства и промышленности. Местные чиновники проводят активную инвестиционную политику для развития в районе овощеводства. Хотя районы и относятся к зоне рискованного земледелия, аграриев это не останавливает. Урожай у нас всегда стабильный, но плюс-минус это не считается. Если ниже урожай немножко был в 2010 году, когда была засука, цена была намного выше. Так что если таких еще два десятых года, мы бы хорошее предприятие создали. Сотрудники предприятия Николая Волощука обрабатывают 380 гектаров земли. Выращивают капусту, морковь, картофель, цветочную рассаду. Труд аграриев, к сожалению, не так давно перестал считаться престижным. И молодежь просто не приходит работать в эту сферу. Проблема самая большая это с людьми, которые работают на технике. То есть специалистов, механизаторов в сельском хозяйстве сейчас нет. Это не престижно, никто не учится. А тот, кто говорит, что он тракторист, он умеет за руль держать. Последние годы вот стало какой-то не очень доброй традицией все время посыпать голову пеплом относительно развития сельского хозяйства и говорить о том, что на селе у нас все плохо. Но если взять просто обычную статистику, посмотреть уровень развития некоторых предприятий сегодня наших, притом не так уж мало этих предприятий, то мы видим, что очень многое зависит от руководителя предприятия. Дефицит молодых кадров испытывает и Приволжский ювелирный завод. На данный момент это крупнейшее предприятие муниципалитета и самый главный налогоплательщик. В развитии Приволжского района чиновники делают ставку не столько на промышленность или сельхозсферу, сколько на туризм и спорт. В Плёсе открывают культурные центры и устанавливают скульптурные композиции на живописном берегу Волги, а на въезде в Приволжск строят универсальный спортивный комплекс. В здании будут два бассейна, спортивный зал-трансформер с трибунами на 750 посадочных мест, где планируется проводить не только спортивные, но и культурно-массовые мероприятия. Чтобы туристам и гостям района посещать российскую глубинку было удобнее, необходимы дороги. На въезде в Плёс строят новую развязку, а в Приволжске ремонтируют дорожное покрытие не совсем привычным способом. Берется сама старая дорога, убитая, так скажем, и снимается весь тот слой, который остался, ну не весь, но почти до подосновы. Перерабатывается тут же на месте, добавляются соответствующие ингредиенты туда, смесь добавляется, и добавляется еще туда цемент непосредственно. Вода, все это перемешивается, и сразу закатывается дорога. Дорожные рабочие признаются, что такой способ дешевле асфальтирования на 20-30%, и сохраняться в приемлемом состоянии дорога может до 10 лет. Говорят, метод не новый. Похожим образом дороги укладывали лет 40 назад. Просто технология подзабылась. В 2012 году на капитальный ремонт автомобильных дорог и их содержание из местных областных бюджетов предусмотрено более 35 миллионов рублей. Чтобы сделать район инвестиционно привлекательным, соответствующий климат в нем должен быть довольно теплым. Населенные пункты газифицируют и обогревают. Взамен котельных, работающих на мазуте и угле, устанавливают блочномодульные, работающие на природном газе. В Плёсе строят и вводят в эксплуатацию 5 таких котельных. В планах чиновников в дальнейшем заняться капитальным ремонтом теплосетей. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.